По середине года в наш класс пришел новенький, Федя Рыжиков. Федя приехал из далекого города Одессы, сказала Мария Степановна. Кто знает, где расположена Одесса? На Черном море, закричали все. Кто может на карте показать родину Федя Рыжикова? Я, я, я! Все стали тянуть руки. Капустин покажет. Капустин взял указку, подошел к карте, нашел Черное море. Одессу он стал сказать в Крыму, а Одессы в Крыму не было почему-то. Ее нет, сказал Капустин, искренне удивившись. Вы ищите не там, сказал Федя Рыжиков. Он стоял перед классом у стола, аккуратно причесанный, застегнутый на все пуговицы. Мне показалось, что ему было скучно смотреть на нас, а особенно на Капустина, который не мог найти его родину. Она там была, сказал Капустин. Одессы никогда не было в Крыму, улыбнулся Федя Рыжиков. Была, возмутился Капустин. Многие в классе поддержали Капустина. Федя взял указку и почти не глядя ткнул в точку, которая означала Одессу. Капустин мрачно посмотрел на Рыжикова, как будто тот нарочно, чтобы досадить ему, принес Одессу из Крыма. Садись, Рыжиков, с Капустиным. Ты будешь оказывать на него хорошее влияние. Я Рыжикову буду мешать, сказал Капустин. Он снизит успеваемость. Не помешайте, сказал Федя Рыжиков и сел рядом с Капустиным. Какой вежливый, прошептала Таня. Даже Капустину выговорит. Весь день Капустин сидел и скрипел ботинком о парту, чтобы вывести Рыжикова из себя. Но Рыжиков не обращал на него внимания. Ни один муску не дрогнул на его лице. Хладнокровие Федя Рыжикова меня поразило. В конце концов Капустину надоело. Он взял портфель и ушел. На следующий день Капустин уже не скрипел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok